После более чем 70-летнего перерыва православные Польши возрождают традицию крестного хода в Свято-Успенскую Почаевскую Лавру. До начала Второй мировой войны поляки часто ходили пешком поклониться православным святыням. Границы внесли свои коррективы в подобные походы, но спустя многие десятилетия их решено возобновить. Где-то в конце июня к епископу Брестскому Иоанну обратился архиепископ Авель. Это архиепископ или, скажем так, архиерей польской православной церкви, которая граничит здесь нашу, скажем, с Брестской территорией, с просьбой оказать содействие в проходе паломников в Почаев. 5 августа, если мне не изменяет память, у них там праздник иконы Почаевской Божьей Матери. 21 июля из польского городка Гайновка вышла группа паломников. После пересечения белорусско-польской границы прихожане прошли через Каменецкий район и заночевали в Остромечио. 23 июля паломники пришли в город над Бугом и посетили строящийся храм в честь иконам всех скорбящих радость, а также свято-христорождественскую церковь. Представление молодежного братства стало неожиданным и приятным дополнением маршрута. Традиция паломничества очень древняя и такая есть, так принято считать, что если мы совершаем какой-то труд такой паломнический к тому или иному святому, в то или иное святое место, то мы обретаем как бы еще одного молитвенника за себя. Того святого, которому мы можем изливать тоже свою душу, молиться в наших нуждах. И вот, значит, сама традиция паломничества в Почаев, она на нашей территории существовала очень давно. Рано утром 24 июля паломники двинулись в сторону Макран. Белорусские православные при желании могут присоединиться к крестному ходу на любом отрезке пути. В Брестской епархии лишь напоминают, если кто решит шествовать с ними дальше по территории Украины, для пересечения границы нужно иметь при себе паспорт. В среднем в день паломники будут проходить по 30-40 километров и стоит изучить маршрут, по которому можно вернуться домой.